Здравствуйте, дорогие любители шахмат, подписчики моего канала на YouTube и зрители. Меня зовут Евгений Гринис. Приглашаю вас на учебное видео в шахматную школу Евгения Гриниса. Бесплатную шахматную школу в интернете для тех, кто хочет улучшить свою игру. В нескольких недавних видеороликах мы с вами познакомились с творчеством замечательного шахматиста Давида Бронштейна. А в последнем ролике мы увидели его партию с Борисом Спасским, в которой Бронштейн черными осуществил жертву ферзя за двух слонов в страны индийской защите. В сегодняшнем видео мы посмотрим еще одну острейшую, знаменитую партию этих же оппонентов. Эта партия была сыграна в 1960 году в 27 чемпионате СССР в Ленинграде. В партии был разыгран королевский гамбит. Как и в других моих видео, и в этом видео будет несколько заданий, как для разрядников, так и для начинающих, которые служат цели повышения силы вашей игры. Как и всегда, ссылки на страницы моего сайта, соответствующие темам данного видео, вы сможете найти в описании под видео, если развернете его полностью. Другие видеоролики по сегодняшней теме вы сможете найти в моих плейлистах, ссылки на которые я также помещу в описании под видео на YouTube. А также в аннотациях в самом видео слева и справа от шахматной доски, которые можно увидеть только при просмотре видео онлайн и при условии, что в вашем браузере вам ничего не мешает видеть аннотации на YouTube. Возможно, вам даже удастся обнаружить в описании спрятанное в этом видео так называемое пасхальное яйцо, или по-английски Easter Egg. Своебразный киндер сюрприз. Так называется что-то скрытое, что требуется найти. В данном случае это будет ссылка на еще одно дополнительное интересное видео. Это новое видео открывается в другом окне, и вы можете поставить его на паузу, чтобы посмотреть позже, после окончания моего видео. В анализе и оценке различных позиций в этом видео мне, как и всегда, будет помогать мой друг Гроссмейстер, которого я в дальнейшем буду называть просто компьютер. Это видео может оказаться особенно полезным для тех, кто играет или собирается играть королевский гамбит за белых или за черных. В своей книге «Мои великие предшественники», том 3, Гарри Каспаров писал об этой партии. Пожалуй, самая знаменитая из побед Спаскова в королевском гамбите, наряду с победой над Фишером, где было все-таки больше психологии, чем подлинных шахмат. Это партия над Бронштейном, победа над Бронштейном в 27-м чемпионате СССР, Ленинград, 1960 год. Эта партия, сыгранная незадолго до финиша, была признана красивейшей в турнире. Оба соперника шли, неважно, где-то в середине таблицы. Борис Васильевич рассказывал мне, что он уже не следил за турнирной интригой и потому, случайно встретив перед игрой Бронштейна, полюбопытствовал. «Давид Ионович, а сколько у вас очков?» Очков, как оказалось, у них было поровну. И этот невинный вопрос вдруг создал вокруг партии некое психологическое напряжение. Е2, Е4, Е7, Е5. Два вопросительных знака Бронштейна к этому ходу. В своей книге «200 открытых партий» Бронштейн пишет. «Дёрнул же меня чёрт ответить Е7, Е5». Совсем вылетело из головы, что Спаски, как в прошлом Рудольф Шпильман, очень любит играть королевский гамбит. А когда было уже поздно брать назад свой первый ход, я вспомнил, что около ста лет назад Андерсон против Неймана пытался строить защитные линии с помощью ходов слон Д6 и конь Е7. «Мне эта идея пришлась по душе, но я перестарался и зря потратил темп на загадочный ход А7, А6». Ф2, Ф4 – восклицательный знак Каспарова к этому ходу. Каспаров пишет. «Конечно же, Спаски здесь не раздумывал. Не сыграть так с Бронштейном было просто нельзя. Ибо для чёрного Бронштейна возникающие позиции были крайне неприятны. Ведь хитроумному Дэвику приходилось теперь не атаковать, а нудно защищаться. Да ещё ему наверняка не давала покоя мысль. А вдруг соперник создаст шедевр? Забавно, что так оно и случилось. «Еф», «Конь Ф3», «Д5». Сыграл Бронштейн. «Ед», «Слон Д6». С намерением «Конь Ж8» на Е7. Именно эту идею Андерсона вспомнил Бронштейн за доской. «Конь С3». «Конь Е7». С поля Е7 «Конь держит под контролем поля Ж6 и Ф5». Но защищает королевский фланг менее надёжно, чем с поля Ф6. «Конь Ф6» вело к стандартной позиции. Например, после «Слон Б5 шаг». «Конь Е7» сыграл Бронштейн. «Д4». «Рокировка». «Цель белых» пешка «Ф4». «Слон Д3». «Конь Д7». «Слон Ф5», стремясь разменять активного белого слона, выглядит более последовательным продолжением хода «Конь Е7». Но после короткой рокировки компьютер даёт некоторое преимущество белым. «Конь Д7» было сыграно. «Белые» ответили короткой рокировкой. «Х6». «Потеря темпа» «Каспаров». «Напрашивалась» «Конь Ф6». С таким вариантом. «Конь Е5». «Конь Е7» берёт на «Д5». «Конь берёт на «Д5». «Конь берёт на «Д5». «Ферзь» «Х5». «Г6». «Ферзь» «Х6». «И здесь по Спасскому Ферзь Ф6». «Сравной» позиции. «Партии» была сыграно «Х6». «Конь Е4». «Теперь Спаски готовится продвинуть вперёд пешку «Ц». «Хотя он отдаёт при этом пешку Д5». но взамен выигрывает несколько темпов. Бронштейн пишет. Сильный ответ Спаскова. Конь e4. Вот почему черный конь должен стоять на f6. Этот ход сразу же определил решающий перевес белых. Компьютер решающего перевеса белых не видит и дает им некоторое преимущество. Конь берет на d5 c4, начиная наращивать инициативу. Хотя, разумеется, ничего страшного еще нет, пишет Каспаров. Конь e3, чтобы заставить белых отдать своего чернопольного слона за коня. Иначе белые оставались солидным позиционным преимуществом. Слон взял коня на e3, fe, c5. Восклицательный знак Каспарова к этому ходу. Слон e7. После слона f4, g3, слон g5, конь f3 берет на g5, hg, fh5. Это давало белым решающую атаку на короля. Слон e7 было сыграно. Спаски играет в этой позиции слон c2. Восклицательный знак Каспарова к этому ходу. Белые играют на прямую атаку на короля. Не так хорошо было ферзь e2. Конь f6, ферзь берет пешку на e3. Конь d5 с неясной игрой по оценке Каспарова. Возвращаемся к партии. Слон c2 было сыграно. Ладья e8, ответил Бронштейн. Этот ход ослабляет поле f7. Но Бронштейн хочет освободить поле f8 для коня. После чего и слон c8 сможет участвовать в игре. Ферзь d3, e2 нападая на ладью. Бронштейн пишет. Делать было нечего. И черные ходом e2 предложили партнеру каверзный вопрос. Ладья f2 или конь d6. Я нисколько не сомневался, что последует ясный ход ладья f2. Так как более изящное решение конь d6 позволяло черному королю в некоторых вариантах ускользнуть от грозящей беды. Возможно было конь f8, конь e5, слон e6. Но только не f6 в этой позиции. Из-за страшного хода конь g5. А, g. Задание. Как белые продолжают в этой позиции? Сделайте паузу. Белые жертвуют ферзя. Ферзь h7, шах. Конь берет на h7, ферзя. Слон b3, шах. Король f8 или король h8. Задание для начинающих. Во сколько ходов белые ставят мат в этой позиции? Сделайте паузу. Белые ставят мат в один ход. Конь g6, мат. Спертый мат конем и слоном. Вернемся к более сильному ходу. Слон e6. Ферзь берет пешку на e3. Теперь уже можно f6. Конь отходит на f3. c6. Конь h4. Компьютер оценивает эту позицию в пользу белых. Возвращаемся к партии, где Бронштейн сыграл e2. Спаский отвечает здесь ходом конь d6. Каспаров так комментирует этот ход. Внезапным громоподобным ударом Спаский резко меняет ситуацию. Опять же решающую роль в его выборе сыграла психология. Наверняка в партии с Петросяном или с Корчным он даже не рассматривал бы ход конь d6. А пошел бы ладья f2. С Бронштейном же он никак не мог отказать себе в удовольствии нанести такой удар. И этот ход привел к быстрой и блистательной победе. Просто потому, что поверг соперника в смятение. На это и рассчитывал Спаский. Давид Бронштейн пишет. Когда же Спаский все же бросился в омут осложнений, то тут я совершил последнюю ошибку. Поверил партнеру, что он, вопреки моим предварительным расчетам, нашел таки матовый финал. После слон берет на d6 коня. Ферзь h7 шах, король f8. cd, угрожая ферзь h8 мат. Пешка берет ладью шах. Ладья берет на f1. cd, ферзь h8 шах, король e7. Ладья e1 шах, конь e5. Ферзь берет пешку на g7. И я, пишет Бронштейн, уклонился в худшую сторону, о чем еще сегодня жалею. Однако каждому свое. Парившая в облаках синяя птица, приз за красоту досталась таки будущему чемпиону мира. Компьютер оценивает эту позицию, после ферзь берет на g7, как равную. Каспаров считает, что белые получали хорошую компенсацию за качество, но позиция оставалась совсем неясной. Возвращаемся к партии. Конь d6 было сыграно. Бронштейн ответил ходом конь f8. Бронштейн не берет ни ладью на f1, ни коня на d6. Он защищает поле аж всем конем, как это было запланировано ранее. Но этот ход явился решающей ошибкой. Вопрос. Что же последовало дальше в этой позиции? Сделайте паузу. В этой позиции Спаски играет Конь берет пешку на f7. С нападением на ферзя. Ладья f1 остается под боем. Еf, ферзь, шаг. Ладья берет на f1. Бронштейн ответил здесь Слон f5. Другие продолжения тоже не спасали черных в этой позиции. Рассмотрим, например, взятие коня. Король берет коня на f7. Конь e5 двойной шаг. У черного короля есть два отхода. Рассмотрим сначала Король e6. Задание. В этой позиции белые ставят мат в два хода тремя разными способами. Сможете ли вы найти все три способа? Сделайте паузу. Слон b3. Шаг. Ферзь d5. Ферзь берет на d5. Вернее, ферзь d5. Единственный ход. Задание для начинающих. Найдите мат в один ход в этой позиции. Сделайте паузу. Ферзь f5. Мат. Второй способ более сложный. Ферзь b3. Шаг. Ферзь d5. Единственный ход. Задание для начинающих. Найдите непростой мат в один ход в этой позиции. Делайте паузу. Длинный ход ферзем по горизонтали. Ферзь h3 мат. Мат. Третий способ. Также более сложный. d5. Шаг. Король берет на e5. Задание для начинающих. Поставьте мат в один ход в этой позиции. Сделайте паузу. Ферзь e4. Мат. Вернемся немного назад. После d5 шаг. Черные могут еще сыграть. Ферзь берет на d5. Задание для начинающих. Поставьте мат в один ход в этой позиции. Делайте паузу. Ферзь f5. Мат. Возвращаемся к ходу. Конь e5 шаг. И черные могут еще ответить. Король g8. Задание. Найдите здесь форсированный мат. Знакомым нам способом. Сделайте паузу. Белые жертвуют ферзя. Ферзь h7. Шаг. Конь берет на h7. Слон b3. И после король h8. Задание для начинающих. Поставьте мат в один ход в этой позиции. Сделайте паузу. Конь g6. Мат. Возвращаемся к партии. Где черные сыграли. Слон f5. Спаский забрал слона на f5. Ферзь d7. Вернув слона, черные получили темп для защиты. Ферзь f4. Слон f6. Было сыграно. Рассмотрим еще ход. Конь e6. С нападением на ферзя. Белые отвечают. Ферзь e4. Снова конь f8. Слон b3. Слон f6. Конь f3 на e5. Слон берет на e5. Конь берет на e5. Шаг. Король h8. Задание. Найдите форсированный мат в 4 хода в этой позиции. Сделайте паузу. Сначала белые устраняют коня f8. Ладья берет на f8. Шаг. Ладья берет на f8. Если вы не нашли мат в 4 хода, найдите мат в 3 хода в этой позиции. Сделайте паузу. Конь g6. Шаг. Король h7. Единственный ход. Если вы не нашли мат в 3 хода, найдите мат в 2 хода в этой позиции. Сделайте паузу. Конь берет на f8. Двойной шаг. Король h8. Единственный ход. Задание для начинающих. Найдите мат в 1 хода в этой позиции. И делайте паузу. Ферзь h7. Необычный мат ферзем. Под защитой коня f8. Возвращаемся к партии. Где было сыграно. Слон f6. Конь f3 на e5. С нападением на ферзя. Ферзь e7. Слон b3. Слон взял коня на e5. Конь берет слона. Шаг. Вскрытый шаг. Король h7. Ферзь e4. Шаг. В этой позиции черные сдались. Могло последовать. Король h8. Ладья берет коня на f8. Шаг. Ферзь берет на f8. Конь g6. Шаг. Король h7. Конь берет ферзя. Двойной шаг. Король h8. И ферзь h7. Мат. Концовка этой партии была использована в знаменитой сцене в начале фильма о Джеймсе Бонде из России с любовью. Правда, с отсутствующими белыми пешками d4 и c5. Гарри Каспаров пишет. Разгромная партия. И при всей ее психологической составляющей обыграл ведь Спаский отнюдь не мальчика с улицы, а самого Бронштейна. Недаром через четыре года об этом шедевре и о своем поражении в королевском гамбите вспомнил Фишер, включив Спаскова в десятку величайших мастеров в истории шахмата. Он отметил динамичный, неповторимый стиль игры и сверхострые дебюты русского шахматиста. Предрек ему славное будущее и поделился весьма любопытным наблюдением. Спаский предпринимает жертвы с полнейшей невозмутимостью. Сидит за доской с тем же застывшим выражением лица. Он ли мотует или мотует его. Он может просмотреть потерю фигуры, но вы никогда не определите просмотр это или фантастически глубокая жертва. Ну и поскольку здесь уже упоминалась партия Спаски-Фишер, то мы ее сейчас и рассмотрим. е4, е5, f4, еf, конь f3 и Фишер ответил в этой позиции g5. Это партия Варис Спаски-Роберт Фишер из турнира в Мардель Плате в 1960 году. В том же году, что и была сыграна партия Спаски-Бронштейн. Это поражение Фишер поместил в своей книге «Мои 60 памятных партий». Отказавшись от своей излюбленной сицилианской защиты, Фишер дает Спаскому возможность применить королевский гамбит, вероятно уверенный, что тот этого не сделает. Спаский – один из немногих гроссмейстеров, применявший королевский гамбит в соревнованиях. Фишер быстро выигрывает пешку и удерживает ее, но затем воздерживается от перехода в явно выгодное окончание. Не обескураженный поражением в этой партии на старте турнира, Фишер набрал 12,5 очков в 13 оставшихся партиях и разделил со Спаским первое место. Фишер пишет «Поражение в этой партии заставило меня искать опровержение королевского гамбита». Фишер пишет «Единственный способ претендовать на получение преимущества». Уже давно нет никакой романтики в гамбите муцию, проанализированном до ничьей. после С4, Ж4, рокировка, жертва фигуры. Если КЕ5, то ферзь А4, шах, король Ф1, КС6, восклицательный знак Фишера к этому ходу. После рокировки чёрные берут коня, ферзь берёт на Ф3, ферзь Ф6 и так далее, пишет Фишер. Компьютер даёт в этой позиции чёрным перевес. Возвращаемся к партии. Х4 было сыграно. Ж4, КЕ5, КФ6, Д4, Д6, КД3. Конь берёт пешку на Е4. Слон берёт на Ф4. Слон Ж7. Испаски играет конь С3. Фишер пишет, после этого у белых нет никакой компенсации за пешку. Лучше С2, С3. Конь берёт коня на С3. ВС. С5. Немедленно подрывая центр белых. Слон Е2. СД. Короткая рокировка. Конь С6. Слон берёт пешку на Ж4. Короткая рокировка чёрных. Слон берёт слона на С8. Ладья берёт на С8. Ферзь Ж4. Угрожая ходом слон Х6. Ф5. Нападая на Ферзя. Фишер ведёт к выигрышу второй пешки. Но ослабляет позицию короля. Простое. Король Х8. Было сильнее. Ф5. Было сыграно. Ферзь Ж3. ДС. У чёрных две лишних пешки в этой позиции. Ладья А на Е1. Король Х8. Х8. Король Х1. Вопросительный знак Фишера к этому ходу. Точнее было. Слон берёт на Д6. Король Х1. Чёрные играют. Ладья Ж8. Слон берёт пешку на Д6. Слон Ф8. Восклицательный знак Фишера к этому ходу. Компьютер считает ход слон Д4 сильнее. Слон Ф8. Слон Е5 шах. Конь берёт слона на Е5. Ферзь берёт коня на Е5 шах. Ладья Х1. Восклицательный знак Фишера к этому ходу. Теперь должна погибнуть пешка h4. Белые забирают пешку на f5. Ферзь берет на h4 шаг. Король g1. Возникла критическая позиция в этой партии. Фишер сыграл ферзь g4. Вопросительный знак Фишера к этому ходу. Фишер пишет. Ошибка. Не чувствуя опасности, я собирался начать атаку по линии g. Правильно, однако, было ферзь g3. Восклицательный знак Фишера. Ферзь берет на g3. Ладья берет на g3. Угрожая взятием коня, ладья берет на d3. С последующим c2. И белым предстояло бы очень тщательная борьба за ничью. Как указал Спаский в анализе после партии. Возвращаемся к партии. Ферзь g4 было сыграно. Ладья f2 защищает. Пешку g2. Слон e7. С угрозой слон h4. Ладья e4, нападая на ферзя. Ферзь g5. Фишер пишет. Я уже начал испытывать некоторое беспокойство. Однако, трудно было предположить, что моя позиция развалится уже через 4 хода. Мне следовало соглашаться на ничью повторением ходов. После ферзь d1, шах. Ладья e1. Ферзь g4. Ладья e4. Ферзь d1, шах. И если король h2, то ладья c6. Угрожая ладья h6, шах. Ферзь b8, шах. Ладья g8. Ферзь e5, шах. Ладья g7. И ничья. Возвращаемся к партии. Ферзь g5. Было сыграно. Спаски ответил. Ферзь на d4. Восклицательный знак Фишера. Мощная централизация, полностью парализующая черных. Ладья f8. Вопросительный знак Фишера. Фишер пишет. Не замечая угрозу. Опасаясь хода конь e5, я просмотрел простое возражение. Слон c5. Правильная защита заключалась в ходе слона f8. С равенством. Ладья e5. Восклицательный знак Фишера. Фишер пишет. Я рассчитывал на конь e5. Ладья берет на f2. Ферзь берет на f2. Слон c5. Ферзь берет на c5. Ферзь берет на g2. Мат. Возвращаемся к партии. Ладья e5. Нападая на ферзя. Фишер здесь сыграл ладья d8. Также нападая на ферзя. Проигрывали и другие ходы. Ферзь e4. Ферзь h4. Фишер пишет. Я понимал, что проигрываю фигуру, но просто не мог своим глазам поверить. Последнего хода можно было и не делать. Ладья f4. И черные сдались. В ответ на ферзь g3 решает. Ладья берет слона на e7. И мата на g2 нет, так как пешка защищена ферзем. Итак, в этом видео мы с вами посмотрели сразу две партии сильнейших гроссмейстеров, сыгранные королевским гамбитом. И познакомились с вариантами этого дебюта, которые встретились в этих партиях. Кстати, для тех, кто понимает английский язык, я начал серию роликов на английском по королевскому гамбиту. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам понравилось и было для вас полезным. Если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал по ссылке через YouTube. И только для подписчиков комментируйте данное видео. И последний вопрос. Удалось ли вам обнаружить скрытое в этом видео пасхальное яйцо или Easter Egg? Во-первых, как я уже говорил, его всегда можно найти в описании под видео, развернув это описание полностью. И обращаю внимание на слова Easter Egg на английском языке. И на ссылку рядом с этими словами. Во-вторых, его можно попытаться поймать в последние 10 секунд этого видео в аннотациях слева или справа от шахматной доски. Конечно, если вы имеете возможность видеть аннотации на YouTube. Обращайте внимание на английское выражение Easter Egg. Различные пасхальные яйца можно обнаружить и во многих других моих видеороликах. Конечно, речь идет только о просмотре моих видео онлайн. Например, на YouTube или Facebook. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok